Девушки отдыхают Бегемоты водятся? Нет. Бегемоты это достояние Африки. А Бразилия здесь вообще ни при чем. Я позвоню. Обязательно. Только надо запомнить телефончик. Два, три, четыре, три, четыре, два, три. Пусто! Стой, стой, стой! Какая ты красавица! Наконец-то! Да иду уже! Очень редкая порода. Чихуахуа называется. Любимая собака китайских императоров. Ага. Ух ты! Огроматка! Я ж тебе говорил, я такую на выставке собак видел. И все медали достались. Ничего ты не видел? Видел! Не видел! А ты чего не открываешь? Шаглок, что ли? А ты со скольки держуешь по мне? С десяти! Входи! О! Я-то как раз подумал, куда-нибудь съездить. Куда это? Ну, я думаю, что в Бразилии. А что? Страна хорошая. Нет, не могу я в Бразилии. Ты сегодня со мной дома сидишь, потому что я наказан. За что? Я вчера из магазина тоже не донес. Уронил? Да, съел. И что будем делать? Не знаю. Давай поедим. У-у-у. О! Я придумал. Дай-ка эту тетрадку. Будем писать сказки. Будем писать сказки. А вот так, писатель? Ну, да. Ну, нет. Тогда пиши ты. Жил-был король, а такая сказка уже есть. Ну, а о чём там рассказ? Вот жил-был король, ел бутерброды, ел-ел, ел-ел и бац, подавился. Королева решила ему помочь и стала бить его по спине, чтобы бутерброд выскочил из головы обратно. А король не понял и стукнул королеву по голове. Тут королева рассердилась и на котля, и на его бутерброды. Король королеву не ударил, потому что она всё-таки женщина. Но когда королева стала бить его стулом, король хотел ей ответить, но она повалила на него буфет. Но король постарался и вылез из-под буфета. Эта королеве совсем не понравилась. Он вообще ей порядком надоел. Она взяла и выбросила его с балкона. Но король умудрился лезть в другое окно. Потом надёжно спрятался. В нужный момент он выскочил. Схватил королеву и затолкал её в печку. А королева по трубе вылезла на крышу и по огромной отводу вернулась назад. Подкралась сзади и толкнула короля в печь. Король даже не понял, как там очутился. И там сгорел. Вот и вся сказка. Это что, сказка? Сказка. И очень хорошая. Это очень глупая сказка. И совсем не глупая. И вообще, это совсем не сказка. Ну как же это не сказка? Это сказка. И очень хорошая сказка. Нет. Это не сказка. И вообще, я от тебя устал. Ты устал? Да? Это я устал. Все дни тебя развлекать. Все каникулы коту под хвост. Я буду вынужден отказать твоим родителям. Вот ты сиди здесь без присмотра и безобразничай. А я решил все-таки куда-нибудь прокатиться. А ты-то хоть знаешь, где эта Бразилия находится? Я так, конечно, знаю. В Южной Америке. Там светит солнце. Там очень жарко. Там летают попугаи и калибри. Там ходят хищные звери. И живут разные племена. И здесь, что ли? Вроде этого. И на чем ты туда поедешь? Я туда полечу на самолете. А где ты его возьмешь? А у меня на аэродроме знакомые есть. Нет у тебя там никаких знакомых. Нет, есть. Пойдем на аэродром, посмотришь? Пойдем. Завтра пойдем. Угу. Тихо-хо-хо-хо. Так ты едешь, что ли, в Бразилию? Конечно. А письма мне писать будешь? Буду. И птицу тебе привезу, какую хочешь. Толепель или попугай? А какая лучше? Конечно же попугай. Он же разговаривать умеет. А петь он умеет? И петь. А по нотам? По нотам не может. А вот если ты что-нибудь споешь, он за тобой повторит. А ты обязательно привезешь мне попугая? Обязательно. А если нет? Привезу, привезу. А если не привезешь? Сказал, что привезу, значит привезу. Ага. Эй, стой! Куда? Куда? Стой, говорю, стрелять буду. Эй, ну куда? Ну ты нельзя же туда. Стой! Да стой же! Стоять. Смирно. Доложить. Дяденька, вы понимаете? По форме доложить. Дяденька, мне в Бразилию слетать. Надо очень. Очень. Ну очень, очень. Ну пожалуйста. В Бразилию, говоришь? Именно. Сирен. Это можно. Но мы пока туда не летаем. Вон они летают, у них спроси. У них спец... Петька, Петька! Ну где ты там застрял? Слушай, а если он тебе не даст самолет? Ну как не даст? Я же попрошу. А если ты испугаешься? Я испугаюсь. Да не испугаюсь. Эй, эй, эй! Отдай шляпу. Здравствуйте, Павел Иванович. Павел Иванович, здравствуйте. Меня зовут не Павел Иванович, а Константин Константинович. И никакого Павла Ивановича я не знаю. Ах, так! Константин Константинович, вы знаете, в чем дело? Дело в том, что я ваше имя просто неправильно запомнил. Понимаете, нам с Петькой в Бразилию слетать надо. А нам про вас рассказывал один мой очень знакомый. Так и сказал, что в Бразилию свезете. А путь не близкий и очень опасный. Всякие воронки, виражи. А у вас самолет такой, такой чистый. Болтики все блестят. И вы за ним так смотрите. А он такой военный, даже генерал. Вот сейчас вы руки помоете, и мы можем лететь. Понял. Мы понимаем, что у вас дел много. Бразилия? А где это? Бразилия в Южной Америке. Ага. Понятно. Дорога ведь нелегкая. Путь не близкий. Попадеть придется. За так я не возьмусь. Денег у меня нет. Может быть, вы нас так свезете? Нет. Так не свезу. Константин Константинович, может быть, вам пирочный ножик подойдет? Он очень хороший. Прям три ножа, отвертка, вилка. Правда, два ножа сломаны, но третий очень нормальный. В прошлом году я этим ножиком двери насквозь прошил. А когда же это было? А тебе какое дело? Ну, зимой. А какую же эту дверь ты прошил насквозь? Ту, которая в шкафу. А дверь вся целая. Новую поставили. Нет, не ставили. Дверь старая. Нет, новая. Нет, старая. Нет, новая. А ты мне ножик отдай. Потому что это мой ножик. Я тебе даю только веревку с бельем перелить, а ты совсем забрала. Как это твой ножик? Нет, мой ножик. Это мой ножик. Что ты обманываешь? Это мой ножик. Ладно. Шут с вами. Надоело. Залезайте в самолет. Полетим в вашу Бразилию. Петька, смотри, какой споров смешной сделался. Что? Вон городок какой-то, корявенький. Не слышу. Что? Споров Бразилия. Вон, смотри, смотри. Видно уже, почитаем. Что там видится? Вон, посмотри, посмотри. Южная Америка красивая какая. Вон, смотри. Точно южная. Точно видно сразу. Ну, держись. Иду на посадку. Видишь? Земля совсем другая. Петька, Бразилия какая. А что там за люди бегут? Где? А, вижу, это же туземцы. Видишь, у них головы белые. Это они сделали себе причёсок. Из травы с салоном. Зачем это? Ну, так уж, обычай такой туземский. Посмотри, по-моему, это у них такие волосы. Где? А, а я говорю, что это перья. Нет, это волосы. Нет, перья. Нет, волосы. Нет, перья. Я говорю, что это волосы. Мне нужно лететь. Полезайте. Ох! А, самолёт! Да куда ты? Копакук. Угу. А что ты такое говоришь? Я разговариваю ли в индейском языке? Откуда ты знаешь индейский язык? У меня была книжка, я её выучил. Ну, говори побольше. Отстань. И нам, Кос, Аратуки. Аратуки? Аплодисменты, арубинги? Звучит гидрал. А, больно. Перки-ля! 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 Бежим, бежим, они драться хотят! Эй, эй! Это ослесь. Нет, не писти! Перки-ля! Перки-ля! Рыба! Колька! 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 Не надо, например, не надо! Я тут! Петька! О-о-о! Колька! Писька! Писька! Здорово мы их побили! Я! Одному сюда! Второму сюда! Третьего сюда! А не они тебя побили? Да что ты! Я ж тебя спасал! Раз, два! Раз, два! Ну и Бизон! Что? Ты видел Бизона? Где? Да он там же на нас кинулся! А это не коро было? Да что ты, Бразилия, нет коро! А разве Бизон уходит с колокольчиками на шее? Ходит, ходит! Ах! Откуда же это у них колокольчик? От индейцев. Они всегда поймают Бизон, привяжут к нему колокольчик и отпустят. Зачем? Ну, так уж! Неправда, Бизон никогда не ходит с колокольчиком на шее! А это была корова! Нет Бизона? Нет, это корова! О! Подходит! Друзьянца нашего съели! А то был Бизон! Бизон, ну конечно! А где же тогда попугаи? Какие попугаи? Так ты же мне обещал, что когда переедешь в Бразилию, словишь мне много-много попугаев! Если это Бразилия, то должен быть попугаев! Ты знаешь, попугаев не видать! Зато вон там калибри сидят! Ага! Не веришь? Иди сам посмотри, вон там! Это вон там, на сосне! Это не сосна, а пальма! А на картинках пальмы другие! На картинках другие, а в Бразилии такие! Лучше посмотри сам! Какая же все-таки красивая птица калибри! Что-то они осень похожи на наших воробьев! Похожи? Но только меньше рост! Меньше! Ну ведь меньше же! Это воробей! Как? Это же калибри! Ага! Смотри! Уже целая стая кориблей! Ай! Нет! Это все-таки воробей! И вообще! Мне пора домой! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ой! О, вот он! О! О, попугай! Лови! Держи его! Опять уйдет! Сажай его в клетку! Лети! Ну вот! Опять ушел! Эй! 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 Куда! Куда! А ну стой! Домой сказал! А ну стой! Давай бежим дальше! Я из-за тебя зуб потерял! Ну и что? И вообще! С меня уже хватит! Мне срочно надо домой! О! Дорога! Какой-то грязный! Что это? Ну как? Что? Это автомобиль! Не может быть! Может быть! Ну откуда же в Бразилии автомобиль? Не знаю! Но только это автомобиль! Не может быть! Может быть! Караул! 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 Стой! Куда ты? Куда? Это же машина! Никакая это не машина! Ну теперь ты видишь, что это автомобиль? Вижу, но очень странно! Эй! Вы! Ребята! Здравствуйте! Ребята! Куда в город проехать? Направо или налево, а? Мы? Не знаю! Дядя! Дядя! Отвезите нас в город! Зачем? Надо! Эй! 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 Вы сами-то что, из города, а? Ну да! Лесенародный! Дядень! Везите нас домой! Ладно-ладно-ладно! Садитесь! Все равно машина пустая! Давай-давай! Оп! Не стой! Садись! Ну давай-давай! Садись быстрее! А как вы сюда попали, а? Да вот Колька! Обещала Бразилию свезти! А сам сюда привез! Ха! В Бразилию говоришь? Да! Не довез немножко! Это южнее! Значительно! И рельеф другой там! Угу! Да-да! Да! Ого-го-го! А здесь что? Здесь место крокодилов! О! Логушки хватает! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! А он здесь и Бизона видел! Точно? Да! И калибри туздельцев побил! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ой! А еще что видел, а? И попуга я видел! Угу, да-да! И кондора! Кого? Кондора! А что тут такое? Это птица! Угу, угу! О, большая, а? Очень, очень большая. Больше вороны? Да что ты это, самая большая птица? А я ее не видел. А я ее видел, она на пальме сидела. На какой пальме-то, а? На той, в которой и калибри сидели. Ай, опять он. Это была не пальма, а сосна. Пальмы растут только в Бразилии, а здесь не растут. Да, у нас тут не растут. Так мы и были в Бразилии? Не были. Были. Мама! Вот это да! Аааааа! Прячься! Это что, битки-мод? Да, нильский вид гиппопотама. Обычное дело для Бразилии. Поехали, что ли? Ого, поехали. Ну и ну. Ну как же так? Этого не может быть. Колька, я не понимаю. Петька, битки-мод в Бразилии не водится. Битки-мод это достояние Африки. Как не водится? Так это что, Африка? Петька, я тебе сейчас все объясню. Два, три, четыре, три, четыре, два, три. Два, три, четыре, три, четыре, два, три. Два, три, четыре, три, четыре, три. Два, три, четыре, три. Два, три, четыре, три. Два, три, четыре, три. Два, три, четыре. 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 Продолжение следует...